Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков В красный угол приглашается боксер, завоевавший симпатии миллионов любителей бокса, победным гопаком на ринге Лондона, бескомпромиссный и отважный боец до мозга костей. Встречайте серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков Денис Уберинчиков АПЛОДИСМЕНТЫ Джорни Полон, Польша. Судьи Дэниэл Макферлей, Ингланд, Англия. Жанра Берлейн, Франц, Франция. Альбино Фотти, Италия. В синем углу ринга боксер из Германии Артур Шмидт. Боксеру 27 лет. Пятикратный чемпион Германии. В составе клуба Париж Винайдет выиграл первый сезон всеверной серии бокса. В настоящее время выступает за команду Germany Eagles. Немецкие орлы. Синего углу ринга. Артур Шмидт. Germany Eagles. Немецкие орлы. В красном углу ринга готовится к своему первому поединку в формате всемирной серии бокса. Серебряный призер чемпионата мира. Серебряный призер Олимпийских игр. Боксер с невероятной харизмой и личным обаянием. Денис Беринчик. Украинские атаманы. Красную углу ринга. И на Ред Канар. Денис Беринчик. Украинские атаманы. Формула боя. Пять раундов по три минуты. Пять раундов по три минуты. Вячеславин, а какие могут быть вопросы до мотивации Дениса Беринчика? Я думаю, никаких. Все знают. Все, кто смотрели Олимпийские игры, насколько это действительно боец до мозга костей правильно сказали. Вышел он очень интересно, неожиданно в ринг. Настоящий атаман. Саблю у него забрали. Вместо этого у него есть теперь только два кулака. И этого будет, думаю, достаточно, чтобы одержать первую победу во всемирной серии бокса для него и для команды. Ну, татуювание нам демонстрирует режиссер Дениса Беринчика. Нагадывание про Лондонскую Олимпиаду. Сребную медаль мае наш Денис Беринчик. Хоча демонстрировал, но такий яскравый двобей дуже-дуже запамятался не лише нам, звичайно, а всім в болевальниках. Еще раз представники нашей команды. И Анатолий Антонюк. Почему там Архипенко. Встанье підказки, встанье настановы отримал Денис Беринчика Вида. Главного тренера украинских атаманів. Михайла Мельника. Ну и Артур Шмидт. Дуже-дуже серьезный соперник. Адже є Володимир Вірчис. Добрый, известный украинский боксер. Також не пропускает жодного вечера всесвитной серии бокса. Но, повернувшись до Артура Шмидта. Один, что, возможно, главное можем сказать. Командным чемпионом в складе Париж Юнайта 2011-го року всесвитной серии бокса. Ну и первые секунды Дениса Беринчика в складе украинских атаман. Да, и первый удар от украинца проходит точно в цель. Очень подвижно начинается бой для обоих. Мы видим, как включает ноги украинец. Много опыта у Шмидта во всесвитной серии бокса. Как мы уже говорили, он является чемпионом командным. Выступал за команду Борис Юнайтед. И это первый чемпион всесвитной серии бокса. Прошлый сезон он не проводил в ВСБ. Ну и вот возвращается. Постарше, 27 лет. Денису Беринчику 24. Что сказать, что четыре года Боспіль в Немечине Брав главную медаль золотую в национальном чемпионате. Это также очень важный. Но в Немечине бокс на серьезном уровне. Мы будем понимать, какие соперники были у этого бокса. Дениса Беринчика является вихованцем Луганской школы бокса и тренера Ткаченко Юрия Ивановича. И так уж превосходные сейчас комбинации проходят от Дениса Беринчика, который меняет стойко. Обратите внимание, не каждому боксеру такое дано. Одинаково удобно ему боксировать как левша и как правша. Ну, понятное дело, что волнение имеет место. Впервые он боксирует официально без шлема. В перчатках, конечно же, без майок. Денис Беринчик по-прежнему очень активно работает на ногах. И сейчас пошел жестким пресингом вперед Шмидт, но практически ничего от него не прошло. Все видит Беринчик. Размашистый, но при этом очень мощными ударами сейчас атакует Артур Шмидт. Беринчик все видит и принимает на блок. Первый раунд заканчивается. В общем-то, можно сказать, что бой уже начался с первых секунд у нас в этом поединке. Без какой-либо разведки. Стоп! Очень зрелищный раунд. Сейчас дождемся и узнаем, кто одержал в нем победу. Излучанием с левой, короче, заканчиваю первый раунд Денис Беринчик. Ну, и так ты знаешь, на обличии Шмидта уже видно, кто у него суперник. Первый раунд 10-9. Все арбитры на користь нашего Беринчика. Не можем не согласиться. Действительно, Беринчик был точнее. Повторы об этом свидетельствуют. Ну, было интересно, конечно, увидеть, как будет выглядеть вот в таком формате Денис Беринчик. Еще раз напоминаю, те, кто смотрел Олимпиаду, помнят, какой зрелищный бокс демонстрировал тогда украинец. Многоударные комбинации, высоченный темп. Все это присуще нашему «Утаману». Ну, а мы видим, небольшая уже сечка там появляется у Артура Шмидта. Все. Аккуратно вблизи. Ты понимаешь, где ты бегаешь? Второй раунд. Ну и вот показ ковида наших тренеров, что нужно... С близка працювати треба обережно. Но и с каким получением справы начинает второй раунд Денис Беринчик. Еще и пропускает. Стоп! 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 Очень разозлился, по всей видимости, немец. Стоп! Стоп! Вкладывается практически каждый удар. Ну и даже озвучивает свои удары, как вы слышите? Стоп! 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 Ну и все, призвучайся, ты знаешь, Беринчик вдало захищается, когда нужно, прыгаючи в ринзе, встигает подыхать и идет с новыми силами вперед. Эти удары начинают проходить, у Беринчика, с половины он... Да, завелся сейчас Денис Беринчик и завел всю публику, вы слышите, какой тут ажиотажник. И как поддерживают все болельщики нашего украинского атамана. Обратите внимание, какой класс сейчас демонстрирует украинец. Ну и важно после такого сказать, что у Беринчика сегодня дебют. До речи, человек у себя почувает, но и Шмидт, ведь повидая, небогато ударил у него проходы, нужно отдать должное, конечно же, и немцу, которые, несмотря на то, что проигрывает и пропускают много ударов, но с силой воли у него все в порядке, он пытается взять реванш после каждой атаки, и это делает бой очень зрелищным. Ну а тем временем Денис Беринчик уже нащупал слабые места, мы видели, сколько апперкотов проходит от него, и в то же время он очень хорошо и вовремя защищается. Это мы и заканчиваем, что у нас за второй раунд, а все наши боксеры продолжаются болевать за своего коллега, конечно же, Матвейчук, Александр Решкан. Знову 10-9. Второй раунд снова за украинским атаманом. Ну давайте еще раз посмакуем этим вторым раундом, что там 15-20 секунд, вы знаете, для немцев очень-очень тяжелые. Вот как все видит Беринчик, хороший повтор, заставил промахнуться соперника и тут же вонзил свои сабли-апперкоты. Второй раунд, перегреши и успокойся. Хорошо, что вы тренируете. Денис, проходите, смотри, любые удары в живот, потом выкатываете вперед рукой, и заходите за вперед рукой. Вы слышали, вы наших тренерей, ну что, начнем в третьем раунде. Денис працювает, наверное, с тулубом, с торсом соперника, сбивать дыхание и сразу же попытаться пробивать в голову. Она не такой, а петкаска была. Сейчас начало третьего раунда показывает о том, то, что не так просто Артур Шмидт, он может быть опасен, и тут не стоит зевать. Мощный удар по корпусу пробивает Артур Шмидт. До опыта, как мы уже говорили, ему не занимать. Он сейчас пытается что-то изменить. А в своей тактике... Чтоб ты знаешь, смените сейчас от тактики, в последние часы, в последние минуты Шмидт может лишь что-то у защиты. Пока что в нападе ничего не выходит, но через то, как защищается Бериндж. Все на швидкости, все с ударом. Чуть ниже пояса пробил. Ну, произошло случайно понятное дело. Но посмотрите, снова и снова продолжает свою длинную, мощную атаку Денис Беринщик. И ничего не может с этим поделать Артур Шмидт, который перекрывается. А он все равно. Дениса удары проходят. Но и не выдерживает. Поблика уже взрывается с места. Половина тут уже на ногах. Болевает за Дениса. Ну и ты знаешь, удары Шмидта становятся уже не такими швидкими. Вже не так легко дыхает Німец. То есть очень легок на ногах. И так играючись, атакует и проводит свои разнообразные комбинации Денис Беринчик. Что правильно делать, не в каждый удар вкладывается, маскирует по-настоящему акцентированные удары. Стоп, стоп. Вот такие боксы мы ведем Беринчика и очекали. Ее все мы через все мы чекали наших олимпиадцев. Да, но мы тем временем видим серьезное рассечение получает Артур Шмидт. Вполне возможно, и скорее всего, это было столкновение головами. Возможно, на повторе мы это увидим. Ну а доктор дает добро на продолжение боя. Десять секунд, и Беринчик, и одразу же с первым кроком вперед включает Беринчик. Само тут, где была Сичка, и продолжает пробовать просто прямо в голову. Все правильно работает. Десять секунд, и снова продолжительная многоударная комбинация от Беринчика на заглядение всем зрителям. Стоп, стоп. Ну и вот такие вот промахи от Артура Шмидта. И снова у нас пауза, снова вызываем доктора. Стоп. Я нормально. Еще раз бокс. Ну, с третьего раза, возможно, Беринчику уже удастся завершить этот двобей. Подивимось, подивимось. Еще десять секунд на это залишает Беринчик. Но и так, как он сейчас делает суперник. Да, но мы слышали, что Арту Шмидт, в общем-то, немец, который говорит на русском. Таких очень много ребят в Германии, в профессиональном боксе, в выходе из бывшего Советского Союза, из Казахстана. Да, тяжело пришлось Шмидту, конечно, в третьем раунде. Да, действительно, тут было серьезное столкновение голова, неумышленное, как мы видели. Такое бывает. Ну, а вот, в общем-то, известный, наверное, один из самых известных тренеров в Украине. Отец Василия Ломаченко. Валерий Николаевич Ломаченко. Также болеет и поддерживает Дениса Беринчика. И начинается четвертый раунд. Знову пробивает, знову приходит все у Беринчика. Ну, уж таки, по корпусу, намагается из первых секунд, намагався працювати Беринчик. Чуть, знову ж таки, Беринчик ни на секунду не зупиняется. И с дыханием все доброе у нас у Дениса. Да, ну, мы видим, сейчас он не так активно идет вперед. Ждет ошибки соперника. И дождался, пошел вперед Артур. И снова, и снова пропускает вот эти апперкоты от украинцев. Ну, и темпы, знаешь, Вячеслава, если уже не такие, как в 2-3 раунде, можно понять. Адже, ну, такие первые три раунда, которые выделили нам боксеры, в частности, Денис Беринчик, на такой скорости, Мав бутый раунд, в яком, все ж таки, ну, мав цей темп паст. Ча, и знову ж таки, не відпускает суперника Беринчик. Джебы в четвертом раунде. И снова подавиться, який апперкот пропускает Нимити, влучая Беринчик. И снова влучая Беринчик. Можно просто сбиться со счета, сколько этих апперкотов пропускает Артур Шмидт. Ну, а нас это не может не радовать. Вот так вот просто працюешь с суперником Беринчик. И можно побачить из рукового завершения. Ну, и что, отсчитывает вот такой вот стоячий нокдаун. Сейчас он, откуда шлип-то, напропускал. И, в общем-то, согласен с рефери. И что? После отсчета нокдауна у нас снова нужен доктор, дабы осмотреть, насколько серьезное рассечение, может ли продолжать. До следующего раза, как вы слышали, доктор разрешает продолжить этот бой. Ну, действительно, пока что шансы на победу в этом поединке для Шмидта не просматриваются, разве что лаки-панч. Ну, ты знаешь, наступный раз может быть очень-очень быстрый. И с такой количеством глушных, акцентованных, сильных ударов, как джебов, так и очень много на сегодня апрекоте. Беринчика просто все бачит в рейнзе, бачит соперника и выпередает на два кроки. Даже не на крок соперника, но и снова там крок на обличии Шмидта. Ну, и так вот заканчивается четвертий раунд. Что сказать, вы стояли в Шмидт. Да, я думаю, мы можем быть уверены, что и в этом раунде отдадут предпочтение украинцам. За счетом 10-8, нечитывая нокдаун. Так оно и есть. 40-35 загальный после четвертого раунда. Все судья. Вот же, это мы с одним, одностайно. Ну и подивиться, тут навіть не подивиться, а подивиться, как треба. Очень, очень зрелищно, действительно. Какое мастерство сейчас демонстрирует Денис Беринчик. Радовал у нас на Олимпиаде и продолжает радовать теперь в рамках всемирной серии бокса. Помним, что на Олимпиаде он выступал в весовой категории до 64 килограмм. Тут ему пришлось немножко сбросить вес. Ну и его тренер Юрий Петченко делает последнюю установку на финальный раунд этого поединка. Ты знаешь, что цікавое питание. Побачим его пак сегодня, видимо, из Соберинчика, чи... Ну, выход уже был очень и очень неожиданным от него. Вышел настоящий Казак в ринг со всеми атрибутами. Ну, а насчет танца посмотрим, и кто об этом не знает. Ну, ты знаешь, забыли сейчас таки, мабуть, и завели Шміта. Его тренери уже вышел такими по-спортивному зли. Но Беринчик, ты знаешь, все злись достаточно быстро. Перебираю з обличчя соперника, и снова, я думаю, очень скоро там появится кровь. Потому что снова проходят седевики, правая рука просто сьогодні. Дуже и дуже багато працює у Беринчика. Да, ну, обратите внимание, как грамотно заходит за переднюю руку соперника Беринчик. И оттуда уже проводят удары, которые зачастую просто не видит соперника. Передвижение на ногах, в общем-то, как и атаки. Все гармонично, все синхронно и продумано у Беринчика. И я должен сказать, что, наверное, это один из немногих боксеров, кому удается быть такой вот быстрый переход от любительского бокса к профессиональному. Все-таки будем говорить о том, что у нас всеверная серия бокса – это практически профессиональный бокс. Действительно, потому что, ну, все то же самое. Действительно, продолжает у нас Шмидт идти с криком вперед, но, ну, таке выражение, что уже от боли кричит Шмидт. Ну, а мы продолжаем миловать себя настоящим, украинским боксом в выполнении Дениса Беринчика. Ну, и Шмидт побачит, что такая справжняя школа украинского бокса. По всей видимости, рефери даст уже добоксировать Артуру Шмидту в этом поединке, несмотря на рассечение, которое кровоточит. Ну, а тем временем мы напоминаем, что впереди у нас еще три поединка. Еще три атамана будут сегодня выступать. В весовой категории будут тяжелее и тяжелее. Ну, если посмотреть на названия этих боксеров – Митрофанов, Пойоцика и Усик. Все, каждый может продемонстрировать очень много яркого бокса. Поэтому даже тяжело загадывать, какой из этих боев будет интересней. Но тут Беринчик продолжает влечать. Артур Шмидт даже просто, ты знаешь, в последние курины, в последние секунды просто не умеет даже руки поднять. Да, ну, Шмидт боролся до конца, отдавал всего себя. Иногда даже такое описание пытался нарушить правила, как в конце, да? По затылку там попытался пробить. Ну, а в любом случае, отдаем должное ему и, конечно, все аплодисменты, все эти овации, которые вы слышите в пользу нашего дебютанта Всемирной серии бокса Дениса Беринчика. Отличный бой, отличный дебют. И мы поздравляем его с победой. Поздравляем его тренера Юрия Ткаченко. Поздравляем всех наших тренеров команды. Не забыл о своей девушке, Денис. Одно. Встагаю с публикой поспілкуватися. Наш атаман Денис Беринчик. И, конечно, спасибо всем, кто так палку поддержал. Поддержал, действительно, очень серьезно Беринчика. Вы все притихли в ожидании результата. Денис Беринчик. Денис Беринчик. Денис Беринчик. Ну что ж, камню на камню не оставил Денис Беринчик от своего соперника. Переиграв по всем статьям. Чем мы его поздравляем и ждем следующего поединка с его участием. Но тем временем счет становится в этой матчевой встрече 2-0. 2-0 на користь украинских атаманов. Атаманів бачимо больше, чем перекон.